Всем привет, с вами Тед. И это рубрика игры профессионалов. Обычно мы смотрим здесь игры с корейскими игроками, с самыми мощнейшими игроками в StarCraft 2. Но сегодня я подобрал для вас реплей с европейского ладзера, где два игрока 6000 ММР. То есть высокий ММР, Грандмастера, Бистикьюти и Протас. Бистикьюти у нас будет играть на Теране, Протас будет играть на Протасе, потому что баркод мы будем называть его Протасом. И, собственно, посмотрим на игры профессионалов. Игры профессионалов. Будем сегодня смотреть на Протаса. Посмотрим, собственно. Заметим сразу, что супер профессионал не заказывает пробку. И много кто может подумать, ой, наверное, какой-то косяк, ошибочка. Типа, кого ты включил? Почему? Как он дошел до 6000 ММР? Но нет, нет, нет. Это такая классная, секретная... Вообще все ее знают, уже не секретная. Модная тактика. 12-й пилон, который позволяет нам намного раньше перейти в технологию. Затем он строит пробку. И затем, естественно, должен идти газ в ближайшее время. Сначала гейт, конечно же, он открывает нам технологию. И сразу же газ. Нет, еще пробка. И теперь газ. Ну, когда он поставит газ? Короче, поставит газ. В любом случае, самое главное, поставить 12-й пилон и гейт намного раньше, чем обычно. И второй газ у нас идет. После него он идет прятать свою пробку. Как можно быстрее сбегает со своей базы, чтобы его никогда никто не нашел. Да? Хотя особо он и даже не будет ханыжиться. То есть ханыжиться, значит, порятаться. Не знаю, на каком языке, на каком-то из тех языков, которые я знаю. Вот. В любом случае, сразу же кибернетка идет. И после кибернетки, я думаю, на газы пойдет по три пробки. Да, следующее тоже идет на газ. И идет уже прокси пилон. Заметьте. Минута 26, уже прокси пилон. И ставит его вот. Посмотрите, как он его ставит. Он ставит его супер нагло. Вот просто вот на одном экране с бараком. Протос просто наглейший. Это вообще до чего дошли протосы, да? Что они просто идут и ставят пилон. Бистик, кстати, идет и собирается разведывать. Собирается разведывать. А пока он разведывает, Протос уже достраивает кибернетку в минуту 50. И ставит старгейт в минуту 50. И две батарейки тоже в минуту 50. Последняя, кстати, минута 55. Вот такой вот сумасшедший весьма опенинг для ТОСа. И пока достраивается старгейт, ребята, мне очень интересно ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Прикольно ли вам в рубрике «Игры профессионалов» смотреть не за теми, кого я считаю самыми лучшими и мощнейшими игроками, а вот, к примеру, тоже за европейцами, да? То есть я буду находить какие-то интересные игры с европейских ладдеров, и может с американских даже, и будем смотреть на других игроков, но тоже великих профессионалов и с грандмастером. Здесь, кстати, он берет, ставит просто батарейку от рипера, то есть юнитов не заказывает совсем. И таким образом первый вайдрей заказывается, заметьте, первый вайдрей в 2.30, просто в 2.30. Бестик до сих пор не понимает, что против чего он имеет дело, видит пробку, но это немножко сигнализирует ему о том, что сейчас будет, и он видит Старгейт. Он видит Старгейт, он понимает, «Хорошо, мне нужно будет сейчас защищаться». Ну а протас этот, он не собирается делать ничего. Посмотрите, у него 75 АПМа, и, как мне кажется, это аккаунт Джениаса. Я просто не знаю других протасов, которые с таким АПМом доходят до 6000 ММР. Очень похоже, в принципе, на Джениаса. Вот, и посмотрите, посмотрите просто, что сейчас будет происходить. Появляется вайдрей, который идет и сразу же начинает бить по реактору, что самое интересное. Да, то есть протаса тупо нету больше никаких юнитов. Он делает, конечно, варп кейт, скорее всего, для доварпов потом. И делает вторую грелочку. Вот, и у него на третьей минуте один вайдрей под двумя батарейками против четырех мариков. Сейчас только выходит еще два. Вот, отсюда строится еще один. То есть мариков достаточно много. Но Бистик здесь отдает одного марика, не отдает, второго марика не отдает, третьего марика не отдает, вайдрей немножко возвращается назад, и идет-идет выживание. Идет выживание, отхиливается реактор. Тем временем, будем считать, что это Джениас бьет по второму соплаю и уже две грелки. Двумя грелками он чувствует немножко силы, убивает КСМ-ку и начинает выхиливать реактор. Начинает выхиливать реактор, убивает марика. Просто Бистик не знает, что делать. Он начинает строить мину, но он понимает, наверное, что Мина не панацея, и просто-просто он не хочет играть. Да, он даже не пытается отбиться. Он понимает, что грелки улетят, прото-саймба. И я думаю, под вот этот вот великолепный, так сказать, лозунг, прото-саймба, мы закончим. А я еще раз напомню, пишите, нравится ли вам игры европейцев, или мы смотрим только на профессиональную Корею в рамках этой рубрики. Вот. А с вами был Тед. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok